Так, а мы сегодня уйдем отсюда, нет? Ну, не уйдете. Ну, чуть-чуть. Ну, чуть-чуть. И убежит. Все, держи. Пожалуйста. Так, девушка, вас, да? До свидания. До свидания, спасибо. Счастливо. А можно надеяться, что вы делаете портрет? Мой. Ух, ну, да как-то вот благотворительность-то закончилась уже у всех. А у меня сверхурочно получается, да? Через тайм. Ну, так. А я от другого города специально приехал. Ну, 500 рублей, какой разговор. Если специально. На, на, какой-то самое. Ну, то есть, можно не стоять, да? 500 рублей можно. А что вы так? Я чем-то отличаюсь от других. Ну, вы взрослый человек, я детям подарки делал. Не хотите, не надо. Это все хотят, я понимаю. Ну, когда-то, когда... Вы же, говорите, специально приехали ко мне. Да я не к вам приехала, а на машине еду. А-а-а, понятно. Ну, ладно. Я устал уже, все. Дальше уже пошла работа. Меня немножко даже это и смущает, честно говоря, что так многие ценят вот эту работу, что ладно, на халяву-то уж сделаем, а чуть только начнешь говорить о какой-то более-менее справедливой отдаче, то тут же сразу возникает... Вы знаете, я вот преподаватель, проработала 25 лет. О, отлично. О, что такое халява и не халява, я знаю более, чем... Хорошо. Так, а я 30 лет преподавал, так чтобы с вами... Одинаковые. Да, отлично. Ух, да ладно, нарисую, какой разговор. Если у вас... Я уже стою здесь уже давно. Да стойте, нет, ну, как будто я виноват, что вы здесь стоите вообще. Нет. Я что-то виноват, что ли? А я бежать должна. Такое нормально, да? Ну, если у вас пенсия меньше моей, то давайте будем... У меня не пенсия, а я еще работаю. Тем более, а вот, а я пенсии получаю, да, и все равно... И я всю жизнь вот бесплатно работал, 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 потому что... Ну, что там 9 тысяч зарплата доцента университета, да? Ну, что это? Реально? Ну, да. А вы в каком университете? Как вы преподаете? Я уже 15 лет не преподаю. Все, кончилась халява государства от меня. А ваша фамилия не беседина? Ну, конечно, беседина. Ну, вот. Потому что где-то в 130-м квартале просто я... О, елки-палки. Я думал, вы меня... Да, бюлка уже. Вот какая трагедия вообще. Вы понимаете? Да в том-то и дело. Я-то думал, что меня-то люди знают, потому что я... Вот потому что... Потому что я преподавал, да? Нет, да. А оказывается, потому что я в этом... Да, где-то в 130-м... В 130-м. Вместе... Что-то такое было. Я просто не юркутянка. Вместе... Поэтому я... Вместе... Потому что я его ругаю постоянно в 130-м. Вот. Что вы его ругаете? А вы что преподавали? Я что преподаваю? Я много чего преподавала. Вообще я преподаватель английского для детей. Именно. Понятно. Детский такой преподаватель. Вот. Я... Но я давайте вам могу пока рисую, расскажу трагедию 130-го квартала и вообще Иркутска. И в частности вот этих вот памятников. Но этот я не знаю. Если хотите платить, давайте побеседуем. Нет, а это моя миссия пожизненная. Я, собственно, и рисую это бесплатно, потому что мне необходимо людям рассказывать. Это, в общем-то, проповедовать. И под это дело я вот собираю народ. И начинаю им рассказывать, что такое красиво, что такое некрасиво. Что такое хорошо, что такое плохо. И чем наш 130-й квартал... Это, в общем-то, трагедия для не столько Иркутска, сколько для, наверное, нашего народа. А потому что людям вбивают, уничтожают историю ради денег. Ради денег ее уничтожают. Захватывают территорию. Сейчас уже вся земля в городе Иркутске уже принадлежит частным лицам. И если вот древний наш Иркутск, вот это старое здание, так называемый 130-й квартал, ну то есть то место. Если это было все старое, и мы за это Иркутск-то, собственно, и любили, и чем он отличается от всех наших, ну скажем, других городов. Это своей историей. Собственно, как и любой человек отличается. А вот эта глобализация и превращение города в машину для выкачивания денег из людей, ну пока что еще Иркутска не касалась. Хотя вот я во многие города приезжаю, там рисовать уже в том городе нечего. Там только стоят дизайнерские коробки. И живут люди, как муравьи. Непонятно для чего. Ну как понятно для чего? Для того, чтобы вы их доили, в общем. И что в Иркутске 130-й квартал был настоящий исторический 130-й квартал. В Иркутске есть и еще много было, остается, ну буквально за последние 10 лет они исчезли. Если когда я учился, а я учился на архитектурном факультете, и диплом свой защищал по теме сохранения исторического центра Иркутска. И остался-то я в Иркутске только из-за старого города. Из-за того, что он отличался от других городов, вот как раз своим уникальным историческим наследием. И вот тогда, в 1976 году, когда я учился, мы делали научную работу. Я помогал, тогда студентом был. И тогда Байкал и Иркутск, они должны были, они готовились и должны были войти в число достояния мирового значения ЮНЕСКО. Вот Байкал вошел, успел. И он считается достоянием. Но что это дело дает для властей? Власти тогда, значит, имеют какие-то обязанности, в общем-то, сохранять это все дело. Как-то этим делом заниматься. А тогда БАМ строили, не до этого было. Но, тем не менее, Иркутск все-таки в то время сохранялся. Когда наступил вот этот вот капитализм, и частная собственность стала на землю, что вообще страшно, конечно. То капиталистам, которые, собственно, и не иркутяне чаще всего, а это чаще всего какие-то иностранцы, захватившие наши ресурсы, дерибаски всякие, которые там алюминий себе присвоили, и недры все наши присвоили. Ну, в том числе и землю в городе Иркутске, да? А земля, она находится под памятниками архитектуры. А им что надо с этой земли? С этой земли им надо получать деньги. Очень много денег. А иначе-то зачем этим бизнесом заниматься? Бизнес делается ради денег. А старые здания, они мешают. И вот если мы тогда, в свое время, когда он готовился к городу Иркутска, к статусу ЮНЕСКО, мы тогда насчитали две с лишним тысячи памятников истории и архитектуры. Это же не только архитектура, это еще и история. Это был деревянный, уникальный город. Только было две тысячи? Ну, это только насчитано. А, в общем-то, это был деревянный, уютный город. Вот такого статуса успели сделать Суздаль. И вот все сейчас ездят в Суздаль, любуются, да? Все ездят в Питер и тоже центром любуются. Хотя у Питера та же. Да, собственно, сейчас у всех городов такая трагедия. Их уничтожают. Причем, я-то считаю, что уничтожают как раз именно враги. Вот смотрите, и с тех пор в Иркутске специально всякими хитрыми способами, через суд, вот эти вот ставленники этих бизнесменов, они... Ну, ты на меня смотри. Совсем скучно, да? Вот. Ставленники, они, значит, город изничтожают. Они как бы делают вид, что они застраивают его для... вот этими давами, человейниками. Иркутяне, да? Да, может быть, даже иркутяне, уже без разницы. Просто они уже люди, которым, в общем, все это ерунда. У нас, значит, даже некоторые иркутяне все вот это называют сараями. Вот, говорят, зачем эти нам нужны сарай? Вот, и они, для них Нью-Йорк, например, стал уже, как бы, ну, они сравнивают небоскребы, там, все это такое, вот, все глобализированное. И они вот это все всеми силами пытаются навязать нам. Да я, собственно, и не против, например, и не против цивилизации, да? Но только не на месте, не на месте старого. Вот. Потому что происходит подмена и обман тогда. Вот вы иностранный язык изучаете. Вот я не знаю, проблема русского языка на сегодняшний день, его насильной экспансии английского языка. Это явно видно, это явно чувствуется. Вот за последний буквально... В смысле, что много слов в нем? Да, да, конечно. Так это, видите, это же он же международный язык, поэтому... А чья трагедия, что он международным стал? Почему не русский? Люди же все время общаются, ездят. Да, 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 да. Нет, 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 подождите. То есть в нем слов идет? Это от чего происходит? Это от того происходит, что англоязычные, вот англосакские, вот эти вот все страны, они цивилизованно передовые, да? Ну да кто виноват, что наши сдались и отдали на откуп свой язык и как бы теперь оправдываются? Я, когда мне еще 30 лет назад я выигрывал международные конкурсы, мне приходили письма всякие разные на иностранных языках, я принципиально им отвечал, напишите мне по-русски, тогда буду с вами разговаривать. Почему я должен переводить? Он мне пишет хамски, пишет откуда-то на своем языке, но я иногда ради интереса по-татарски отвечал там или по-монгольски. Ну и сиди переводи, если ты хочешь от меня что-нибудь. А если ты ко мне обращаешься, ты от меня хочешь что-то? Изволь со мной по-русски разговаривать. Ну, он стал международный и все. Я и говорю, почему он стал и все. Так это потому, что вот вы так говорите. И что сделаешь? Нет, учить надо, учить надо, но не только английский, надо китайский учить. Мы не преподаватели его вводили. Нет, подождите, речь-то не об этом, речь о сути. А до английского был французский? Речь о сути такого вот. Так вот, Иркутск перестал быть иркутским и стал английским городом, по сути дела. Вы посмотрите на вывески. Вы посмотрите по городу, пройдите. Там же больше половины вывесок на английском языке. А что это? Да я же не против языка, я против того, что а где наши-то, русские-то? Вот и все, и на этом кончилось все. Да подождите, вот это не оправдание, это трагедия. Это трагедия. Почему вы когда говорите, не возмущаетесь? Не только Иркутска. Нет, я и говорю, трагедия. Нет, это трагедия, об этом и речь. И вот 130-й квартал, это как раз частный случай этой трагедии. Ну, мы здесь, в Иркутске, должны со своими проблемами бороться. А, наверное, кто-то там в своем городе бороться, не бороться, но, по крайней мере, не смиряться. По крайней мере, хотя бы понимать, где проблема-то наша находится. А проблема наша находится в том, что в Иркутске на кладбище, на Литеранском кладбище, где сейчас Бабр стоит, да, был похоронен первый генерал-губернатор города Иркутска. Он немец, правда, был, Литеранин. И там было Литеранское кладбище. И там сейчас Крестовождвиженская церковь стоит сбоку. И этот 130-й исторический, настоящий квартал был просто под бульдозер, вес снесен. И чтобы зарабатывать деньги там, в этом модном квартале, там комплекс торговый построили, чей-то частный тоже, чтобы люди туда шли толпой, сделали потешный городок под видом старого Иркутска. На самом деле, это уже не старый Иркутск. Это все новоделы, это все обман, это фальшивка. То есть, они снесли настоящие дома полностью бульдозером. Там же людям дали квартиры, там же они же были в каком-то состоянии. Нет, ну, так, при чем здесь это? Давайте говорить не про людей, а про то, что историю снесли бульдозером. Почему это было-то? Они же очень старые люди. Подождите, вот очень старые, ну почему? Нет, вы мне только, архитектору, не рассказываете, что дом невозможно сохранить. По крайней мере, так нам объяснили. Так вас обманывают. Для того, чтобы зарабатывать деньги, вас обманывают. Что значит нельзя сохранить? Ну вот, когда деньги можно зарабатывать, они же сохраняют. Ну, это ведь и музей. Ну, подождите, так вот, весь центр Иркутска должен был быть музеем. Как Суздаль. Должен был быть. Сегодня мы смирились. И уже вот, вы понимаете, получается так, что вы со мной как бы не согласны, а вы как бы со мной спорите. И мне это вот непонятно. Почему вы не болеете? Я не спорю, я просто говорю так, как мы понимаем это. Как люди понимают, как нам объяснить это. Вот в этом и трагедия, и, собственно, я пытаюсь объяснить. Ну, конечно, и когда мы уже потом разводим руками, говорим, а что, нельзя было что-то сделать? А что, значит, вот все это уже пропало? А все уже это? Да нет, можно. До тех пор, пока мы вот не соглашаемся, то что-то можно. А как только мы говорим, а что сделаешь? А все уже ничего не сделаешь, да? То, значит, или еще сейчас этот 130-й квартал оправдывает тем и говорят, что... А там могло бы быть еще хуже, типа. Там же было грязно. Нет, во-первых, кто вот из тех, а они еще живы, между прочим, правителей, понес ответственность за то, что там все сгнило и сгорело. Вот дом сгорает, его поджигают специально, выжигают специально территорию, и говорят, это подожгли бичи. Вот. И покуда народ это принимает, что это бичи виноваты, а не не специально тот, кто хозяин земли, который нанял бичей, чтобы сжечь этот дом, чтобы освободить территорию, чтобы на этом месте построить торговый комплекс. Вот. Пока народ вот это так вот думает, что это... Потом они на этом месте что-то строят, но совсем уже другое. Они сейчас приспособились, они сейчас на этом месте строят как бы старый дом. Ну вот 130-й квартал так примерно и сделан. Но только на самом-то деле историю-то уничтожили. А построили симулякор фальшивый. Вот. Подсунули. Я знаете, это с чем сравниваю? Я это сравниваю... Вот есть матушка больная, да? Бабушка, например. Мать, родители. Также есть отчий дом. Сейчас закончу тебя рисовать. Вот. Она больная. Её же лечить надо, правда? Мы же её не убиваем, потому что она больная. Мы же не говорим, а что с ней сделаешь? Ничего. Вот мы её лечим до конца. Мы ей делаем там эти самые протезы, в конце концов, ещё что-то. Мы пытаемся эту, свою маму, там, значит, сберечь, сохранить. А вот они, которые неродные, они явно неродные нам люди, они эту матушку просто убивают, вот, сжигают труп. Но, чтобы деньги... Землю получают, наследство, да? А чтобы получать ещё деньги с этого, они делают резиновую куклу, пластмассовую. Садят её за стол в её доме и приводят туда людей, иностранцев, и говорят, вот селфи делают. Это наша мама, мы её любим. То есть они её угробили, убили, вот, посадили на её место, сделали резиновую, эту фальшивую куклу. Вот дома вот эти современные, которые как бы стилизованы под старый Иркутск, это вот та самая фальшивая кукла вместо настоящего, этого самого, живого человека. Вот отчий дом, он же недаром называется отчий дом, то есть это дом отца. И когда на наших глазах отчие дома гниют, то, извините, это разве нормально? Вот, такие проблемы у нас. Это про 130-й квартал. Вы просто меня спросили, почему я его не люблю? Я вам объяснил, почему. Мы поняли, он не настоящий. Да, да, и так у нас много чего не настоящего. Ну ладно бы это было нам на пользу, а то ведь это делается для того, чтобы... Ну это как в торговле, как на рынке нам подсовывают фальшивый товар, да? Всё? Всё, вы расхотели у меня рисоваться? Вообще настоящего ничего не надо. Опять? Это хорошо? Вот вы это говорите каким-то, знаете, тоном, как будто бы это так и должно быть. Это жизнь такая. Это я говорю о том, что идёт жизнь такая. Так жизнь хорошая такая? Жизнь хорошая такая? Я не говорю, что она хорошая или плохая. Я говорю, это как факт. Нет, а вы с этим не собираетесь? А я вообще с вами не спорю, я просто как факт говорю. Так факт, так я и тоже об этом факт. Я, допустим, хотела купить украшения для подарков. Да. Пошла искать, а там камни одни искусственные. То есть я хотела что-то купить, но мне расхотелось даже... Ну это же плохо. То есть сейчас почти всё очень много не настоящего. Так об этом и есть, это проблема. Ну фальто, например, не настоящее. Да. Поэтому если в это углубляться, это, знаете, можно очень долго с вами... Нет, конечно, это не... Нет, только я, в отличие от других, я не философию развожу. Я конкретно, я конкретно этому противодействую. Понимаете? По крайней мере, совесть у меня честна. И вот я знаю. Я с этим борюсь. Ну, если вы архитектор, если это вас устраивает. Да-ка, мне кажется, это должен делать любой человек. Это позиция. Это называется гражданская активность, которую сегодня мы все проявили на выборах. Правда, да? И вот выбрали либо продолжать всё это, либо менять. А вот как менять и как продолжать, никто не знает. Вот. Ну, собственно, почему я так разговорился? Потому что я вам объяснял, ответ давал на вопрос, почему мне было очень неприятно, что вы меня ассоциировали со 130-м кварталом. Ну, вот если вы в таком вот ключе меня будете в дальнейшем ассоциировать со 130-м... О, вот, ну, да, это хорошо. Который Кира по-назову. Это уже приятнее, да. Так, что это уже приятнее, да? Так, как тебя зовут, красавица? Полина. Ну, что, Полина? Я тебе долго рисовал, но зато много рассказал. Так я скоро в школу буду в этом году. И всем там расскажут, что тебе рассказали, да? Красивая, красивая. Сейчас уже, кстати, говорить об этом достаточно опасно, к сожалению. Потому что те, кто при власти, они же не любят, когда им об этом говорят. Это поскольку я невольно затрагиваю их финансовые интересы. Поэтому они меня все не любят очень сильно. А многих архитекторов они просто купили деньгами. И вот они сейчас застраивают. Там вот у нас набережную будут застраивать. Всякой фигнёй вот этой современной. Вместо того, чтобы нам оставить старый Иркутск. Вместо того, чтобы там парк оставить. Вместо того, чтобы там набережную оставить. Они нам там вот сейчас понастроят этих человейников безликих. Всё, Полина. Будешь тоже подписывать-то? Давай, подписывай. Да. Сегодня у нас 17-е. 24-е. А вы проголосовали, кстати? Нет, ещё пойду попозже. Проголосовали? Да. А, вы меня, я думал, спрашиваете. За Путина? О, как! Да даёте. А там Незакова попозже. Там реально нету кандидатов. Да, нету кандидатов. Так вот. Так вот. Пиши, Павелич. Пиши. Ну, пиши. Вот видите, до какого состояния нас на выборах довели, что за как голосовать-то и не за кого. Ну, кроме как за Всевышнего. За Верховного. Ну, Верховный... Ну, да, Сталин был Верховный. Ой, долго тишь. Полина. А вот теперь на будущее будешь учиться, а ты подумала, вот где и как надо написать. Потому что это очень важно, где ты рисуешь, где ты пишешь. Вот. Ну, ладно. А мне кажется, она так симметрична вашей подписи. Асимметрично, хорошо. Это ладно. А насколько по стилю вот эти буквы совпадают с вот этой каллиграфией? Так она у нас в школу не ходит, только так может. Вы все время оправдание ищите. Я пытаюсь ее объяснить, а вы как бы оправдываете. Все. Не будет... Вот я и рассказываю. Сильно красиво она подпортит. Сейчас придет домой и подрисует. Так, ладно. Что тут у нас? Нет, она у нас красавица. Красавица. Все, Полина. Так вы все-таки в Иркутске у нас или не в Иркутске? В смысле, живу? Да. Нет. А вы говорите, меня часто видели, да? А, ну так мы живем недалеко, поэтому... Так может мы в следующий раз, а то я замерз. Нарисуем все. Я тоже замерзла. Во. Да вы не рисуете долго, сделайте экскриз какой-то. Просто я бы 40 минут простояла, он бы будет обидно. Ай. В следующий раз, это когда он будет в следующий раз. Ну ладно, чем быстрее, тем лучше. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо.